Привет, друзья! Сегодня я хотела бы снять обычное разговорное видео и обсудить тему отношений с родителями. Этот ролик будет чисто из разряда моё мнение, это чисто тема для дискуссий, здесь не будет никаких фактов. Как по мне, это очень интересная тема, и много что в ней лично для себя я до конца не определила и не ответила полностью на вопросы. Будет, опять же, очень интересно понаблюдать за обратной связью, что вы будете думать на ту или иную подтему, которую я затронула в этом видео. Ну что ж, приятного просмотра! Вообще, я хотела бы в этом ролике, наверное, обсудить две такие большие подтемы, там, по возможности, углублюсь, насколько это получится. Это тот период, когда ты живёшь с родителями, здесь, скорее, будет ещё тема гиперопеки. И вот самое интересное, очень большая, как по мне, тема для дискуссии, это тема, когда ты начинаешь жить отдельно от родителей, жить своей жизнью. Тоже очень спорные моменты, насколько раньше нужно начинать это делать, насколько позволять родителям вмешиваться в твою жизнь, и насколько позволять им быть в курсе всего того, что происходит у тебя в жизни. Это очень, как по мне, интересная тема для дискуссии. И хотела бы с вами её обсудить. Итак, начну, наверное, со своей небольшой микробиографии. Я бы не очень хотела как-то вдаваться в подробности, ну, персонально своей семьи. Может быть, изредка буду её упоминать для каких-то примеров. Вообще, я выросла в полной семье, я единственный ребёнок, дочка. Зачем я это уточнила? Нет, это просто на самом деле имеет значение. И вот, чтобы вы понимали, так как я единственный ребёнок, дочка, за дочек обычно как-то больше переживают, больше волнуются. Ещё, наверное, тот фактор, что я росла с родным отцом, это всё складывается в такой пазл, не побоюсь этого слова, гиперопеки. Да, я росла в семье, в которой меня чрезмерно опекали. И вообще это отразилось всё-таки на моей взрослой жизни, но уже по большей части я как-то эти последствия поборол, и они мне не мешают особо жить. Но вот факт остаётся фактом, меня очень опекали. Я не могу сказать, что я росла в строгости, хотя, не знаю, для некоторых, может быть, это строгость. Ну, например, мне не разрешали, или очень было сложно уговорить родителей, чтобы меня отпустили погулять, если это уже позже шести вечера. Ещё просто очень часто слышала такие фразы, не позже двенадцати дома, например. Для меня это было суперпозднее время. Я часто слышала такое в каких-то фильмах, например, или у знакомых из жизни, думала, не позже двенадцати. У меня там максимум в девять вечера быть дома, прям максимум. И для меня это всегда воспринималось как норма. Я даже не думала как-то противостоять. Да, тоже следует признать, я очень была послушным ребёнком. Я вообще послушный довольно по своей натуре человек. Не знаю, хорошо это или плохо, но меня немножко, наверное, воспитали в таком ключе, чтобы я как-то хорошо подчинялась. Ну, не знаю, мне проще подчиняться, чем быть лидером. Наверное, просто меня такое воспитали, или я по своей натуре, не знаю. Но мне никогда в детстве не было такой идеи фикс, как-то пойти против воли родителей, например. Знаете, даже если мне удавалось уговаривать родителей, чтобы они меня, например, куда-то отпустили поехать или куда-то пойти. Но я видела, что они с таким скрежетом в зубах мне разрешили. Мол, да бог с тобой, иди куда хочешь. И, честно говоря, мне после такого не хотелось куда-то идти или ехать, потому что я понимала, родители будут очень за меня переживать. И мне не хотелось бы об этом думать в период какого-то приятного времяпрепровождения. Знаете, всегда еще был такой момент, я очень стыдилась, когда мне часто звонили родители, когда я с кем-то, например, гуляла в подростковом возрасте. И это было небезосновательно, потому что сверстники, с которыми я как-то общалась, проводила время, считали, что это очень зашкварно, мол, что за тебя так родители, что ли, переживают. Вот сейчас, когда я выросла, я понимаю, что это никак вообще не повод для стыда, это повод для гордости. Да, представляешь, за меня родители переживают, и это, как по мне, замечательно. Но вообще, честно, мне сложно сказать, то ли меня правда воспитали такой прям послушной, то ли все-таки я интроверт по своей натуре. Мне не очень-то хотелось куда-то лишний раз выходить из дома. Мне всегда нравилось чем-то заниматься дома. Кучу хобби находила наедине с собой дома. Даже помню в подростковом возрасте, мне казалось, что я гораздо более полезно проведу время, если чем-то позанимаюсь дома, нежели с кем-то пойду гулять. Даже у меня будет такой пунктик. Не знаю, может, это все, конечно, в совокупности. Да, я домашнее животное, если можно так сказать. Еще, кстати, иногда я слушаю интервью каких-то знаменитостей, особенно от женщин, девушек. Я почему-то очень часто слышу такой факт биографии, ну не факт биографии, а такую шаблонную стандартную микроисторию. Ой, я очень часто убегала из дома, когда была подростком. Я не знаю, честно говоря, объясните мне, пожалуйста, в комментариях, я не очень понимаю, что значит убегала из дома. Зачем убегала из дома? Ну типа я такой бунтаркой была, мне родители сказали прийти в 9 домой, а я вообще сбежала из дома. Я, честно говоря, я этого не понимаю. К смысле сбежала из дома? Зачем? То есть это не от какой-то невыносимой жизни сбежали из дома. Это вообще отдельная тема. Ну просто там не пришли домой ночевать к любящим родителям. Я не понимаю этого. Вот объясните мне, пожалуйста, в комментариях. У меня не то, что в голове не укладывается, а просто я не очень понимаю, о чем они, если честно. И вот я хотела бы так перетечь в следующую под тему видео, как по мне, очень такую емкую. Это тема вылета из родительского гнезда, если можно так сказать, и начала самостоятельной жизни. Вообще много я таких роликов на ютубе видела, просто даже каких-то блогеров, которые я смотрю, очень часто слышала такой совет, например, даже отдельное видео, тоже теме родителей посвящено. Но сейчас очень распространенный совет. Нужно как можно раньше съезжать от родителей. Притом съезжать подразумевают не только физически жить отдельно, а съезжать в плане вообще жить отдельно, не особо их посвящать в свою жизнь, может быть, не посвящать вообще, пропускать мимо все их советы и слать там куда подальше их, если они вмешиваются в твою жизнь. Ну, просто почему-то, когда я это слышу, я всегда это воспринимаю так. Съезжать от родителей, в смысле вообще просто жить полностью самостоятельно. И зачастую это советуют, когда тебе исполняется 18 лет, то есть вот тебе стукнуло 18, там езжай в общежитие, жить в другой город или в этом же городе. Ну, в общем, как только появляется возможность, надо начинать жить отдельно от родителей. В общем, для меня это суперспорная вещь. Ну, скажем так, я сразу могу сказать, я не считаю, что от родителей надо съезжать как можно раньше. Ну, я это сделала в 22 года, но у каких-то людей это немножко с запозданием, и я не вижу в этом ничего такого страшного. Ну, не знаю, для меня здесь, наверное, должна быть какая-то золотая середина. Почему? Понимаете, я не вижу ничего хорошего, когда человек в очень раннем возрасте съезжает от родителей, потому что, хоть у нас и считается возраст совершеннолетия 18 лет, но для меня лично 18 лет, и я помню даже себя 18 лет, ну, это ребёнок, это самый настоящий ребёнок. Какой 18 лет жить отдельно от родителей? Нет, он вполне может это делать, вполне себя обеспечить этим, уметь готовить и так далее, обеспечить себе какой-то быт и удовлетворить базовые потребности. Да, конечно, человек 18 лет, скорее всего, это способен сделать, но, знаете, мне кажется, когда всё-таки человек уже начинает какие-то более глобальные решения принимать и такие уже поступки делать, в которых всё-таки по-хорошему должен быть какой-то советчик рядом, даже желательно со стороны взрослых, человек это всё делает в одиночку и очень часто благополучно совершает очень много ошибок в жизни, потому что как раз не было рядом родителей, которые были в курсе всего того, что происходит в жизни и не смогли дать советы как-то направить. Но есть и другая крайность, когда родители очень активно принимают участие в жизни своего ребёнка, даже если этому ребёнку уже 30+, например. Вы знаете, для меня это очень спорный момент, потому что, ну, сколько бы человеку не было лет, всё равно он, во-первых, ребёнок для своих родителей, он всё равно любимый человек для своих родителей, которые ему никогда не будут желать зла и всегда искренне захотят ему помочь в какой-то сложной ситуации, всегда там открыты к его проблемам, вернее, открыты к помощи в решении этих проблем. Я не говорю про всех родителей, да, не все родители такие, у многих людей очень сложные отношения со своими родителями, да, это плохо, конечно, но всё-таки в процентах 90 случаев, наверное, родители — это люди, которые всегда будут на твоей стороне и всегда тебе искренне, с удовольствием помогут, когда у тебя будут какие-то проблемы, даже если тебе 30+, даже когда тебе, может, 40 лет, действительно ты уже взрослый человек, у тебя свои дети уже есть. Всё равно, я считаю, никогда нельзя отрекаться от помощи родителей, нельзя полностью жить автономно и делать занавес между своей жизнью и родительской жизнью, всё равно всё-таки по-хорошему они должны быть в курсе того, что у тебя в жизни происходит, с кем ты общаешься. Это, конечно, недотошно, но мне кажется, это должно быть. И мне почему-то кажется, вот это чисто моё мнение, вы можете с ним не соглашаться, только, пожалуйста, не кидайте в меня тапки, но мне кажется, что человек, который тесно поддерживает отношения со своими родителями или с кем-то хотя бы одним из родителей, у этого человека потом и в своей семейной жизни тоже довольно крепкие узы, то есть все люди в семье друг с другом делятся своими проблемами, есть вот это единство семьи, все стараются там друг другу помочь, выслушать, если у кого какие-то проблемы из домашних детей или супруги. Это чисто моё мнение. И наоборот, если человек как можно раньше и как можно жёстче вообще отделяется от родителей, вот, возможно, и в семье человека, который он создаст, будут такие же холодные отношения, в которых каждый как-то сам за себя, каждый сам по себе и просто живут, по сути, как соседи под одной крышей. Это чисто мой взгляд. Не надо, пожалуйста, как-то жёстко на это реагировать, вы можете это просто выразить своё мнение в комментариях. Я, кстати, тоже хотела бы затронуть такую тему, вернее, даже рассказать одну историю, пример. Это ещё давно было. Больше года назад я смотрела одну блогершу, мукбангершу, и она рассказывала о своих взаимоотношениях с парнем, то, что он её постоянно просит отзваниваться, что она куда-то пошла. Ну, они, в принципе, всегда поддерживают связь, и он всегда в курсе, где она находится и с кем. И там был такой шквал комментариев, какой у тебя парень абьюзер, уходи от него. Это очень опасный экземпляр, если он так тебя контролирует, где ты, с кем ты и куда пошла, вообще уходи от него. Это очень опасно. Я, если честно, вообще не поняла вот этого шквала комментариев. В смысле? По-моему, это абсолютно нормально и естественно, когда твой парень, мужчина, муж знает, где ты находишься, с кем и куда ты пошла. Это даже... Причём здесь какой-то контроль? Это просто взаимосвязь. Вы постоянно на связи, и просто банально это какое-то нечеловеческое отношение, уважение, поставить всё-таки в известность своего ближнего, с кем ты куда-то пошла. Возможно, даже не поставить в известность, а именно спросить разрешение, если это уже твой муж. Ну, конечно, это моё мировосприятие. Да, меня так, возможно, воспитали, но я не понимаю, как может быть иначе. Это чисто моё такое мнение. Опять же, не надо мне навязывать своё. Просто выскажите, что вы придерживаетесь иной позиции, и не надо говорить, что моё мнение плохое и не жизнеспособно. Пожалуйста. Вот ещё такой мини-пример. Я помню, училась в универе. Это был второй курс. И у нас отчислили одного мальчика, одногруппника. У нас, в принципе, много кого отчисляли. Это было частым явлением за неуспеваемость. И вот отчислили одного одногруппника. И потом я как-то просто общаюсь со своей одногруппницей, она с ним дружила. Ну, просто дружила. И просто там общаемся. Она говорит, ой, вот его мама там только через полгода узнала, что его отчислили. Я так удивилась, то, что живя в одном городе с мамой, всё-таки, наверное, поддерживая с ней как-то связь, ну да, вот скрывать, что ты полгода уже не ходишь в универ. Ну, я не знаю. Мне опять же, мне сложно это представить, если честно. Ладно. Пожалуй, я на этом закончу. Ну что ж, друзья, вот такой у меня ролик. Будет очень интересно почитать ваше мнение. Пожалуйста, не говорите, что моё мнение какое-то плохое и несостоятельное. Давайте будем уважать друг друга. Ну что ж, друзья, всем спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.